Полный привод у американской Toyota Camry уже был, ровно 27 лет назад. Японская марка уверяет, что все эти годы покупатели заваливали её просьбами возродить полноприводную версию. И вот, весной на рынок США выйдет полноприводная Camry, а несколько месяцев спустя и более крупный Avalon. У обеих машин атмосферные двигатели и восьмиступенчатые автоматы, а с системой полного привода с многодисковой муфтой поделился RAV4. Пока такие машины обещаны лишь для Северной Америки, а на других рынках, если и появятся, то не скоро. В Таиланде начались продажи седана Nissan Almera. Четвёртое поколение по-прежнему основано на платформе Nissan V со стойками Макферсона и задней балкой. Ближайший родственник — это американский седан Nissan Versa. Но если в Штатах у Nissan двигатель безнадувный, то у тайской Almera остался только трёхцилиндровый турбомотор. Причём вместо механической коробки — безальтернативный вариатор. В пересчёте на рубли Almera стоит чуть больше миллиона. Вскоре продажи пойдут по всей Юго-Восточной Азии. А в России Nissan от седанов, похоже, отказался совсем. Борис Ротенберг, основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing, награждён орденом Александра Невского за заслуги в области спорта. Напомним, что Борис Ротенберг — вице-президент Российской Федерации дзюдо и в прошлом возглавлял футбольное «Динамо». А программа SMP Racing, основанная в 2013 году, проводит российскую серию кольцевых гонок, соревнования «Формулы-4», картинга и воспитывает гонщиков. И, конечно же, в аналы войдёт и первый в истории подиум российской команды за рулём российского спортпрототипа BR-1 на суточном марафоне в Лимане. Продолжение следует...